Дорогие телезрители, я приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». Я рад, что вы смотрите нас сегодня. В прошлый раз мы услышали о смоковнице, не приносящей плоды, и значении этого эпизода для нас. Наша сегодняшняя проповедь носит название «Молитва, которую слышит Бог». События в храме очень взбудоражили учеников, и они не могли думать ни о чем другом, но получилось так, что на следующий день они вместе с Иисусом снова проходили мимо смоковницы, и тогда Иисус воспользовался этой возможностью, чтобы еще раз поговорить о молитве. Сегодня узнаем, чем характеризуется услышанная молитва. Давайте сейчас встанем и прочитаем стихи с 20 по 26, 11 главы Евангелия от Марка. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю о вам». Если кто скажет «Горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получится, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. «Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Можете присаживаться. Мы с вами уже прочли, что за день до этого Иисус выгнал торговцев из храма, потому что они превратили место поклонения Богу в универмаг. По пути туда Иисус увидел смоковницу, которая не приносила плодов, являла собой образ духовного состояния Израиля и проклял ее. В результате смоковница засохла. После всего, что произошло в храме, Иисус и его ученики на следующий день пошли назад и проходили мимо этого дерева. Я думаю, мы можем себе представить, что вчерашний день в храме вызвал у учеников ряд ассоциаций и очень взволновал их. Их поразило, что их учитель, только войдя в храм, стал изгонять оттуда торговцев. Тогда возник шум и гам, на которые прибежали фрисии, книжники и воины, охранявшие храм. Все было очень эмоционально. Эти строки как бы подготавливают вас. Они подготавливают вас. Представьте себе, вы ученики, и тут ваш учитель начинает творить такое. Такое не забывается. За всей этой суетой они совсем позабыли о дереве. Но на следующее утро они воскликнули, смотрите, что стало с деревом. Петр увидел, что стало с деревом и сказал, учитель, дерево, которое ты вчера проклял, засохло до самого корня. Вот это да. Это было чудо сверхъестественной природы. Из знаний в области ботаники нам известно, что если что-то растет, то для роста требуется определенное время. А ведь так? И когда что-то умирает, то для этого тоже нужно какое-то время. Вчера это дерево еще стояло там, все усеяное листьями. На нем было много листьев. Но на следующий день прошло максимум 24 часа. Оно засохло до корня. Когда мы читаем эти строки, дорогие мои, они наводят нас на определенные мысли. А именно, мысли о том, что Бог велик и могуществен. Он создал небеса и землю и контролирует все законы природы. Он может создать дерево из ничего, а еще... Он может сделать так, что это дерево засохнет до самого корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Итак, что же тут делает Иисус? Он берет образ этого дерева и соотносит его с молитвенной жизнью своих учеников. Он дает им инструкции для молитвы. А вот что отвечает на это Петру Иисус. «Имейте веру в Божию». А вот что он говорит о молитве. Абсолютно все. Чего не будете просить в молитве, верьте, что получите. И далее, и когда стоите на молитве, прощайте. Он сделал это событие поводом, чтобы поговорить о молитве. Он говорит здесь о молитве, которая была услышана. Итак, чтобы наши молитвы были услышаны, нам, согласно словам Иисуса, нужны две вещи. Нам нужна вера. А еще нам нужно сердце, готовое проститься. Вот эти две вещи. Давайте сначала поговорим про веру. Иисус, отвечая, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам». Если кто скажет, «Горесей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Если мы обратимся к Евангелию от Матфея, мы увидим там описание тех же событий, и там мостик от дерева к молитве виден еще яснее. А вот что там сказано. Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горейся, и скажете, поднимись и ввергнись в море, будет». То есть смоковница стала поводом для того, чтобы поговорить о молитве и верить через молитву. Чтобы наши молитвы были услышаны, мы должны верить, но часто этим злоупотребляют, особенно в отрывке, который мы сегодня разбираем. Возможно, вы сами это уже когда-то доиспытывали. Тогда нам дают разные обещания или делают всякие выводы. Например, если вы так и не получили ответ на свою молитву о выздоровлении, это связано с тем, что у вас недостаточно веры. При этом нас часто ругают, и это очень подрывает нас. Только представьте, что может случиться, если людям, являющимся истинными детьми Божьими, сказать, «У тебя недостаточно веры, поэтому ты до сих пор болен, поскольку этими строками часто злоупотребляют и вырывают их из контекста, мы должны следить за тем, чтобы и мы не оступились на этом». Мы не можем взять и вычеркнуть эти строки из Библии. Надеюсь, вы понимаете. Представьте, что вы стоите там, и Иисус говорит вам, «Послушайте, если вы скажете этой горе, вергнись в море, и ваше сердце при этом верит, то вот что будет, а вот что говорит Иисус в Евангелии от Марка, «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получится, и будет вам». И вот что еще я хочу особо подчеркнуть, в этом стихе сказано не что иное, как то, что он сказал, а именно то, что прекрасно выразил Джон Чарльз Райл, сказавший, что вера позволяет человеку достигать целей и преодолевать такие большие и значительные трудности, как поднятие горы и погружение ее в море. Именно это и сказано в данном стихе. В случае с этой смоковницей Иисус совершил чудо, послушайте меня сейчас внимательно. Братья и сестры, Бог может творить великие деяния, просто большие. И мы вправе смело и без всякого сомнения в наших молитвах просить Его о том, чтобы Он это сделал. Он способен сделать то, что людям кажется просто невозможным. Именно об этом и говорит нам Библия в этом стихе. Даже гора уйдет с его пути. Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, в молитве, верьте, что получится и будет вам. А вот на что мы должны равняться. Наш Бог велик и способен сделать что угодно. Мы должны просто прийти к Нему, исполнившись веры и уверенности, и сказать, Господи, пожалуйста, вмешайся в мою беду, спаси меня и сотвори духовные плоды, которых никто не ожидает. Сотвори чудо. Ну, а теперь давайте рассмотрим эту веру подробнее. Аминь. И тут мы должны прийти к выводу, что объектом веры, о которой говорит здесь Иисус, из которой мы должны молиться, является Сам Бог. Надеюсь, вы это поняли. Иисус, отвечая, говорит им в Евангелии от Марка, «Имейте веру Божию». Это очень важно. Бог — это объект, нашей веры. Это цель нашей с вами веры. Иисус сказал не так. «Имейте веру в лучшую жизнь». Он сказал и не так. «Имейте веру в здоровье». И не так. «Имейте веру в процветание». Этими словами Он имел в виду не позитивное мышление, а именно веру в то, чем чаще я говорю позитивные вещи, тем больше я в это верю, и тем больше я проецирую это в реальность. Он не говорит здесь такого. Он говорит, «Имейте веру Божию». И говорит, «Имейте веру в веру». Иногда люди думают, нужно говорить о вере только об одной лишь вере. Но подумайте, разве вера объект вашей веры? Или же это Бог цель вашей веры? Иисус сказал, «Имейте веру Божию». Второе наблюдение, а именно сущность веры. Вера, с которой мы молимся, с которой мы должны представать перед Богом, должна быть смелой. Об этом говорил Иисус. Это Его слова. Он говорил Своим ученикам, «Будьте смелыми в своей вере и смелыми в своей молитве. Уповайте на Бога». Поверьте, что Он может делать вещи, которые людям кажутся невозможными. В Евангелии от Матфея мы можем прочесть то же самое, выраженное другими словами. «Если будете иметь веру и не усомнитесь, говорит нам там Иисус». Эти слова напоминают нам сказанное в послании Иакова, где тоже говорится о прошении. Но Он писал там о прошении того, что вы хотите получить от Бога. Иаков писал, но допросит с верою немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Я хочу развивать в себе такую веру. Я хочу молиться с упованием на то, что Бог способен сделать гораздо большее, чем я могу себе представить. А также на то, что Бог спасает людей, которые от Него очень далеки и слишком узколобы. И на то, что Бог посылает нашей стране пробуждение. Я хочу верить в то, что Бог освящает наши сердца и нашу церковь, что Он делает больше, чем мы вообще способны себе представить. Поэтому проситесь с верою, не сомневаясь. Но не могли ли ученики после таких слов Иисуса подумать? Итак, нам сейчас сказали, скажите горе, поднимись и ввергнись море. Так почему бы нам не сказать это прямо сейчас? Сейчас мы как раз находимся на Елеонской горе. Здесь много смоковниц. Давайте сейчас все на раз, два, три скажем «поднимись и ввергнись морем». Как вы думаете, они все поняли буквально? Конечно, нет, потому что мы знаем, что эти слова были метафорой, которая использовалась в еврейской культуре для действий, которые казались невозможными. А это означает, что те, кто попытается понять эти слова буквально и будет говорить старой лошади или горе «исчезни с моего пути», будут сильно разочарованы. И кроме того, они станут посмешищем для других людей. Этими словами Иисус хотел кое-что выразить, что нужно уметь верить в невозможное. Прекрасный пример такой веры можно найти у Авраама. Бог пообещал Аврааму, что вскоре его жена родит сына, и от этого сына будет много потомства. Из Библии мы знаем, что с точки зрения биологии это было невозможно, но в Библии сказано, что Авраам верил в Бога, и все произошло так, как сказал ему Бог. Какой должна быть наша молитва? Она должна быть сполна веры, но она также должна происходить со сознанием верховной власти самого Бога. Мне кажется, что хорошей лакмусовой бумажкой для проверки слов Иисуса является обращение к Библии, чтобы посмотреть, как они реализовывались в жизни самого Иисуса. В нашем сегодняшнем отрывке Иисус говорит «Все, чего не будете просить в молитве». А что в таких случаях делал сам Иисус? В 14 главе мы видим его в Гефсиманском саду, и вот что там сказано. «И отойдя немного» «Это было незадолго до его распятия». «И отойдя немного, пал на землю и молился». Видите, Иисус молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей и говорил «Авва Отче, все возможно тебе». Вы поняли? Верьте в Бога. Иисус не сомневался в том, что для его отца возможно все. Мы можем брать пример с его молитвы. И вот как он молился дальше. «Пронеси чашу сию мимо меня». Итак, что сказал Иисус своим ученикам в отрывке, которому посвящена наша сегодняшняя проповедь. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». В этом же отрывке Иисус молится так «Пронеси чашу сию мимо меня». Неужели сам Иисус не верил, что это возможно? Вот что Он сказал дальше. Посмотрим. «Пронеси чашу сию мимо меня». И далее идут слова, касающиеся Верховной Божьей силы, в которых заключена вся суть этой молитвы. «Но ничего я хочу, а чего ты». Вы поняли? Нам нужен здоровый баланс. С одной стороны, нам необходимо абсолютное упование на Божью силу. Отец, все возможно для тебя. Я уповаю на тебя и на твою силу. И то, о чем я молюсь и в молитве подношу к твоему престолу, не является греховным желанием, а согласуется с твоей волей. Я уповаю на тебя и твою силу. А во-вторых, мы должны в то же время сказать, «Я полностью покоряюсь твоей воле». мы молимся с верой, мы молимся с уверенностью, что Бог слышит нас и имеет великую власть. А еще мы молимся сознавая, что Бог обладает верховной силой. И, наконец, мы должны молиться не только с верой, но и с прощением. Вот что еще сказал Иисус. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам пригрешения вашим. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам пригрешений ваших». Здесь мы очень четко видим, что молитва должна идти от сердца. Она должна исходить от самого сердца. Вера должна исходить от сердца, еще вы должны быть готовы прощать. Все это должно идти от сердца. Наши молитвы должны исходить от сердца. Еще мы должны быть готовы прощать. Вот что говорит здесь Иисус. И это понятно. Как мы можем просить о милости, если сами мы не можем проявить милость? У нас нет никакого права просить Бога о благодати, если мы не готовы покориться ей? Иисус учит нас прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Но это не означает, что эта молитва дает нам право получить прощение. Нет, Бог прощает лишь тех, кто готов покаяться. Когда мы имеем дело с людьми, согрешившими против нас, мы не должны затаивать на них обиду, особенно если они попросили нас о прощении. Если мы не простим их, мы не можем ожидать того, что Бог услышит наши молитвы. Если мы накапливаем в себе горечь и негодование, не стоит удивляться тому, что наши молитвы ни к чему не приводят. Поэтому просто отпустите ваши обиды и передайте все это в руки Господа. Если вы сейчас сидите здесь и затаили зло, горечь и негодование против своего брата или сестры, если вы постоянно думаете об этом, не можете спать по ночам и желаете вашим ближним лишь плохого, то перестаньте так жить, ибо это убивает вашу духовную жизнь. А также является ядом для всей церкви. Иисус ищет духовных плодов. При этом для Него важны также вера и готовность прощать. Да поможет нам Бог научиться молиться именно так, чтобы наши молитвы были услышаны Богом. Давайте скажем на это Аминь. Когда после произошедшего в храме Иисус со своими учениками снова проходил мимо смоковницы, они очень удивились, потому что дерево после проклятия их учителя действительно взяло и засухло. Сам Иисус воспользовался этим случаем, чтобы рассказать своим ученикам важные вещи о молитве. Например, одним из сопровождающих молитву атрибутов обязательно должна быть вера. Пастор Вегард. Так что же, получается, что для того, чтобы наши молитвы были услышаны, и мы получили то, что хотим, нам необходима вера? Да, без веры это просто невозможно угодить Богу. Но при этом, Энди, нам нужно следить за тем, чтобы мы не делали из веры какого-то заклинания. Можно много раз повторять это слово «веру», «веру», но в итоге может получиться так, что мы начнем верить в веру, в то, что наша вера работает в силу позитивного мышления. А это большая ошибка, ибо Иисус сказал своим ученикам «верьте в Бога». Именно об этом мы только что услышали в проповеди. Цель нашей веры заключается не в ней самой, а в Боге. Целью нашей веры является именно Бог. И когда мы думаем о Нем и видим Его, тогда мы знаем, что наша вера заключена в определенной рамке. И этими рамками является то, о чем говорил Иисус, а именно все, о чем вы молитесь от Моего имени, обязательно произойдет. Благодаря этим словам становится ясно, что мы молимся по Божьей воле и привязаны к Слову Божьему, ибо в Евангелии от Иоанна сказано «Если пребудете во мне и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам». В этих словах мы видим связь. А еще мы должны молиться смело и уверенно. Да, мы должны молиться смело и уверенно в рамках того, что нам дала познать Божья воля. Давай, например, обратимся к молитве «Отче наш». Да. «Да придет царство твое». Это воля Божья. Такую молитву Бог услышит. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». То есть мы должны молиться и в конце нашей молитвы говорить, что ни в чем не испытываем недостатка. Прости нам долги наши. Это Бог сделает с радостью. Тут мы можем быть уверены, Господь спасает людей, и они обретают спасение, потому что такова его миссия. Мы должны молиться с верой. И тут у нас тоже есть некое руководство. Да, ведь сам Иисус рассказал нам, как это должно выглядеть на практике. Он молился в Гефсиманском саду. Отец, пронеси чашу сию мимо меня. Разве Он говорил, Господи, вот передо Мною гора, которую я хотел бы убрать со своего пути. Не желаю я пить из этой чаши, даже в вере. Этого не желаю. Нет, потому что дальше Иисус объясняет нам свои слова и говорит, но ничего я хочу, а чего ты? Ибо Бог в своем могуществе и величии приготовил для нас нечто большее. Поэтому, дорогие, мы тоже должны молиться, быть сильными в своей вере, молиться с радостью и все доверять Богу, ибо Он это наш Бог. Мы можем попросить у Него помоги нам молиться правильно. Иногда мы не знаем, о чем нам молиться, но Дух Святой сопровождает нас и направляет молитву так, как угодно Богу, да поможет нам в этом Бог. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Редактор субтитров Корректор А.Егорова